МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тех кирпичей, из которых строилась морская столица Украины. Известно ли вам, из-за чего в Одессе появился первый маяк? В честь какого одессита назвали астероид? И как связывают наш город со знаменитой фразой «не фонтан»? Мы представим вам малоизвестные факты, которые помогут узнать о любимой Одессе чуточку больше. Ну а кроме того, мы расскажем, как Одесса отмечает свой день рождения и пообщаемся с главой общественной организации «Мира и добра» Еленой Ротари. А сейчас давайте насладимся самыми красивыми видами нашего любимого города. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok В последствии по всей Европе данную фразу стали использовать, когда хотели охарактеризовать что-то плохое. Ну а сейчас фонтаны в Одессе просто служат красивым украшением города. Ну и в продолжении интересных фактов о нашей имениннице зачитаем следующий момент. Мало кому известна история улицы Генуэска. Ее назвали в честь города, побратима Одессы, морской столицы Италии – Генуэ. А в Генуэ есть улица Одесская. И прямо сейчас давайте посмотрим, как выглядит она и город, побратим Одессы в Италии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И еще одна новость, о которой мы говорили в самом начале. Интересный факт, однако достаточно трагический. Как-то раз знатный помещик решил разжечь костер, и все бы ничего, если бы не тот факт, что его поместье находилось на возвышенности. Это место хорошо просматривалось с моря, и как только пламя набрало силу, его заметили корабли, бороздившие водные просторы. Моряки приняли мерцание огня за навигационный ориентир и ринулись к манящему огню. В результате произошло массовое кораблекрушение. После инцидента общественность приняла решение установить на этом месте маяк, чтобы избежать подобных трагедий. Теперь его проправнок украшает наш город, и прямо сейчас мы сможем насладиться его видом. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну и в продолжении темы маяков. В самом центре города находится пара Воронцовского маяка. В доме номер 5 по улице Преображенской установлен створный маяк, который помогает судам заходить в порт. Оба навигационных сооружения являются приемными. По ним ориентируются суда, заходящие в порт. Если корабль на правильном курсе, с него одновременно видно свет от двух маяков. Благодаря этому можно проводить точный корректив курса. До конца этого эфира мы расскажем еще очень много интересного о нашем любимом городе. Не только о маяках, не только об истории, но и о тех фактах, которые, возможно, мало кому известны. Ну а сейчас мы приглашаем в нашу студию гостю нашего эфира. Мы рады представить вам главу общественной организации «Мира и добра» Елену Ротари. Елена Ротари присоединяется к нам прямо в эту секунду. Ну и, к сожалению, Лена, должны начать мы не с самых приятных новостей, которые произошли. Буквально несколько минут назад мы общались с активистами, на которых напали, в которых стреляли. Какая ваша оценка этих действий? Это обычное хулиганство или все-таки это преследование? Безусловно, это не хулиганство, и я не думаю, что это случайность. Ребята активно боролись против застройки парка на четвертой фонтана. И я знаю, что еще тогда им уже поступали угрозы. И то, что сегодня произошло, тем более с доказательством «Привет от Гефеста», это прямое подтверждение этому. Но я знаю, что ребята настроены решительно, и они продолжат бороться дальше. Да, они также приходили к нам в эфир, и тогда еще говорили, что им угрожают, и говорили, что не остановятся, будут добиваться того, чтобы все-таки одесситы отстояли свое право на то, чтобы иметь хоть немногочисленные зеленые зоны, которые остались у нас в городе. Лена, совсем недавно вы анонсировали создание вашей общественной организации «Мира и добра», в нее входит достаточно большое количество одесситов, многих знают в городе. Скажите, после того, что произошло этой ночью, вы, ваши коллеги, вот по общественной организации не боитесь преследования или даже вот такого подобного случая? Ну, мы только начинаем работать, я не думаю, что мы будем бояться. В любом случае, это такой звоночек всем общественным организациям для того, чтобы объединиться, потому что ситуация с ребятами – это не первая ситуация с общественниками. Да, все мы знаем и нападение на Светлану Подпалу, и депутата Горсовета, Любовь Леонидову, которая точно так же активно боролась против действующей власти. Я думаю, что это как раз такое, чтобы мы все оглянулись и объединились для общей борьбы. И, Коль, мы уже заговорили о общей борьбе, вот какие цели вашей организации и с чем будете бороться? Безусловно, то, что сегодня мы видим – это коррупция очень больших размеров. И то на протяжении вот этой недели, с чем мы столкнулись, изучая просто документы, которые в общем доступе, во-первых, это и оплата коммунальных услуг. Я не говорю о той оплате, которая регулируется государством, а о той оплате, которая регулируется на местах. И сегодня, несмотря на то, что день рождения Одессы, но есть несколько фактов, которые могут рассказать, чем отличается Одесса от Харькова. В Харькове жители города, первая столица в Украине, достаточно большого города и больше намного, чем Одесса, за коммунальные услуги, которые регулируются местной властью, а в марте этого года нацкомиссия наделила местный совет именно этим, они платят гораздо меньше. И вот я выписала как раз, за обслуживание дома в Одессе платят больше 2 гривен, 2,12 в Харькове, гривну 74. За холодную воду, водоснабжение и водоотведение в Одессе платят 16 гривен 40 копеек, в Харькове на 2 гривны меньше. Это я говорю все на 1 кубометр. За горячую воду в Одессе 75 гривен, в Харькове на 2 гривны меньше. И водоотведение горячей воды, соответственно, на гривну меньше. Я не считаю, что одесситы не заслужили платить, да, и все мы знаем и о мэрии Харькова, да, не очень положительными, но в то же время он для своих жителей делает хоть как-то. Вот мы примерно вычислили на двухкомнатную квартиру, по двухкомнатной квартире, сколько человек может сэкономить, это порядка 50 гривен. Понятно, что сумма кажется небольшая, и сегодня мы там можем прийти в магазин и купить. Но для пенсионеров, для которых каждая копейка на счету, это примерно 4 буханки хлеба обеденного, либо там 8 его половинок. Это фактически, если на одного человека, это его месячная норма, там, пенсионера, да, что он там кушает. Ну, естественно, что мы будем бороться и против коррупции. У нас сегодня человек думает, чиновник, что он откусил кусок пирога, и неважно, сколько там мяса, но главное, что осталось. И люди не боятся, я имею в виду, что местные наши чиновники, они не боятся никакого наказания. Каждый раз они думают, что на него этот снаряд не упадет. Наши, не будем лукавить, местные силовики и контролирующие органы, они в любом случае связаны и с тем же мэром, и с депутатами горсовета. Ну, а местный бизнес, знаете, как он не всегда пойдет президенту жаловаться на те или иные действия городской власти. Он захочет решить это на месте. И вот такая круговая порука, ну, просто как нескончаемый круг. И вот, скорее всего, нам хочется очень, чтобы и Одесса заслуживает этого, чтобы она стала примером для всей Украины. Чтобы именно вот, как тут мы будем бороться с коррупцией, чтобы было так везде. Как вы считаете, что сегодня нужно сделать одесситам, чтобы Одесса стала вот такой, о которой вы говорите, без коррупции, с нормальными обоснованными тарифами на коммунальные услуги и с нормальным городским советом и нормальными коммунальными службами, куда действительно можно прийти со своей проблемой, быть уверенным, что тебя выслушают и проблемы решат? Конечно, ну, хочется с банального, что нужно всегда начинать с себя. Но нам нужно полюбить себя в Одессе. Нам нужно не только уважать и любить наш город, но и любить себя в этом городе и быть вовлеченным в процесс. Социально активный гражданин, скажем так, да? Вот когда мы будем думать о том, куда идет каждая копейка и на что она тратится, и когда нам будет интересно, то тогда, я думаю, будет совершенно все по-другому. Пока же ситуация такая, что, знаете, как говорят, ой, ну и воруют, да и пусть воруют, все воруют вокруг. Вот когда мы перестанем говорить о том, что все воруют вокруг, и будем как раз наказывать более жестко, вот тогда, в принципе, все начнется меняться. Да, это длительный путь, но я думаю, что мы к нему придем когда-то. Ну да, я думаю, что на сегодня многих сбудоражила новость о миллиардном кредите, потому что, знаете, уже люди привыкли слышать о тысяче гривен, сто тысяч гривен, да, там полмиллиона гривен, а вот, мне кажется, миллион, да? Да, миллиард. Миллиард, все-таки миллиард. Даже не могу как бы свыкнуться с тем, что могу произносить это слово. Миллиард в кредит для Одессы. Ну вот я хотела бы вот к слову о миллиарде, да, я, видите, как будто знала, о чем мы будем говорить. На сегодняшний день бюджет Одессы составляет 9 миллиардов 400 миллионов гривен. В 2014 году доходная часть бюджета составляла 2 миллиарда 450 миллионов. В 2015-м 3 миллиарда 580. Ну, в 2016-м было в половину меньше, а этот бюджет до конца года, скорее всего, будет 10 миллиардов. Я изучила все бюджеты городов, областных центров. Так вот, Днепр, который в два раза по территории превышает Одессу, его бюджет 10,5 миллиардов. В два раза город. И сегодня мы просим кредит в миллиард под 17,5 процентов, якобы из-за того, что не нужно ничего закладывать. Просим его на 5 лет. Вроде бы, как по программе красиво расписано, что это инфраструктура, детские сады, школы, но куда мы тратим остальные деньги? Ведь Днепру как-то удается с большей территории прожить на эти деньги, и Днепр сегодня достаточно у него поехать, у него же прекрасные дороги, но его приятно видеть и смотреть. В Одессе же на эти деньги почему-то еще требуют других. Вы пришли к этой организации с четким видением ситуации в Одессе. Расскажите нам, как вы видите Одессу сейчас? Что радует, а что огорчает? Вы знаете, радуют люди. В Одессе прекрасные люди, и вот что мне нравится, что очень активной стала у нас молодежь. Она действительно хочет менять и город совершенно к другому подходу. Они действительно такие уже более европейские, чем мы. Они по-другому думают. Да, пусть они хотят уезжать в другие страны учиться, но в любом случае многие из них возвращаются. Возвращаются для того, чтобы жить в нашем городе. И вот это мне, ну, подрастающее поколение мне очень радует. То, что огорчает, конечно же, огорчает то, что сегодня мы закрываем на многие вещи глаза. Это большие коррупционные скандалы, связанные с Краяном и с выведением средств за покупку Краяна в так называемый ЛНР. И я надеюсь, что НАБУ доведет это дело до конца. И если будут арестованы счета, то вся сделка по Краяну, в которой уже вбуханы миллионы гривен, она просто будет признана незаконной. Виновные будут наказаны. Я надеюсь, что виновные будут наказаны. И, вы знаете, мне даже говорили о том, что сегодня снова объявлен конкурс на директора НАБУ, но есть некая игра. Его боятся в Одессу привозить для того, чтобы городские власти не смогли с ним договориться. Для того, чтобы НАБУ 16 детективов смогли доработать все, что есть и по экономическим преступлениям, и в том числе и по продаже земли за копейки на Гагаринском плато Одесской мэрии резиденции. И по поводу межрейсовой базы моряков. Вторая часть ее тоже отходит за небольшие деньги. И сегодня мы наблюдаем... Ну, я считаю, что это вообще противозаконное действие городской мэрии по поводу передачи больницы скорой помощи, нового здания в аренду. И тоже вроде бы распоряжение мэра есть на официальном сайте, но сегодня мы с вами не знаем, сколько в год будет платить святая Екатерина, какие деньги, какие договоренности. И тот подарок, которого ждали одесситы с 2007 года, его строительство началось гораздо позже, в 2011 году, его ждали, а потом его отдали. Ну, вот я считаю, что, наверное... И мы уже подали петицию президенту Украины Петру Порошенко, нам необходимо будет за три месяца собрать 25 тысяч подписей для того, чтобы все-таки вернуть больницу. Если все-таки часть населения, которое неактивно использует интернет, и у нас не будет голосов, мы в любом случае собираемся подавать иск в суд, в административный суд, потому что есть много фактов нарушения, и сегодня они все уже обоснованы, для того, чтобы оспорить распоряжение городской головы. Я думаю, что вот все, о чем вы сейчас сказали, это принесет свои плоды, и мы будем очень надеяться, что и больница скорой помощи вернется в Одессу, и люди начнут больше интересоваться, а куда же тратится 9, а к концу года 10 миллиардов гривен из городского бюджета, и зачем же богатая Одесса еще и миллиард кредита. Но сегодня день рождения города, и хочется, конечно, пожелать что-то, наверное, городу Одесси, там, Лен, ваше слово, наша именинница. Ой, мне хочется, чтобы, безусловно, наш город был очень счастливым. Хочется, чтобы люди, каждое утро просыпаясь, понимали о том, что они живут в самом лучшем в мире городе. Как поется в песне «Живи, моя Одесса, живи и процветай», конечно же, о ней. И хочется, чтобы люди, в первую очередь, почувствовали заботу о себе, чтобы у них было больше достатка, чтобы наши бабушки и дедушки счастливо жили тоже, и чтобы они видели счастливых своих внуков и радовались вместе с ними. Спасибо большое. Елена Ротари, глава общественной организации «Мира и добра» была у нас в гостях. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию поговорить на эти действительно важные вопросы, ответить для нас. Ну а мы продолжаем говорить об интересных фактах об Одессе. Я передаю слово моей коллеге Наталье Костенко. Итак, еще одна интересность нашей именинницы. Ни для кого не секрет, что ученый с мировым именем офтальмолог Владимир Филатов жил и работал в Одессе. Но мало кому известно, что его имя с 1982 года имеет прямое отношение к космосу. Астроном Крымской астрофизической обсерватории Людмила Карачкина открыла астероид номер 5316 и назвала его в честь Филатова. Но у меня есть еще один интересный факт о том, насколько все-таки наша Одесса всегда была на шаг вперед от остальных. Первый автомобиль на территории огромной страны 19 века появился, ну, конечно же, в Одессе. Его перевез известный в городе издатель Василий Навродский. Осенью 1891 года писатель увидел автомобиль на парижской выставке и решил, что без четырехколесного новшества в Одессу не вернется. К слову, следующий автомобиль в наших краях появился только в 1894 году. То есть, пока монаршая семья передвигалась в каретах, Одессит уже катался на собственном автотранспорте. Как приблизительно он выглядел, давайте посмотрим сейчас в небольшом видеоматериале. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой интересный, совсем небольшой фрагмент истории нашей дорогой и любимой Одессы оказался. Ну, а я передаю слово моей коллеге Наталье Костенко. У нее тоже есть много чего интересного. Сегодня Одесса празднует свое 223-летие. Праздник проходит ярко и интересно. Ну и давайте немножечко поговорим о том, как все происходит в городе. В городе уже отгремели фестиваль «Рыжий город». Концерты в театрах, в горсаду и парках. На улице Одессы выехал праздничный украшенный трамвайчик. Ну, а одесский каравай подарил имениннице рекордного размера сдобный подарок. Сегодня одесситовые гостей города продолжат удивлять невероятное шоу «Одесса Лайтфест», который объединил медиа-артистов из 11 стран и включил в себя целых 20 различных видеопроекционных шоу и постановок. Если не успели полюбоваться этим зрелищем вчера, то поспешите сегодня на Думскую площадь и в Стамбульский парк к 9 вечера. Ну и рада сообщить, что фестиваль продлится и завтра. Ну, а сегодня вечером всех одесситов и гостей города ждет невероятный гала-концерт на Потемкинской лестнице. В нем примут участие одесские артисты, Нино Катамадзе, Челентан Трибуте, ну и, конечно, Океан Эльзы. И если вы еще пока думаете, стоит ли присоединяться к этому шоу, давайте вспомним, каким оно было несколько лет назад, в 2014 году, когда Одесса праздновала свой юбилей. Есть город, который я вижу во сне, Но если бы знали, как дорог у Черного моря, Явившийся мне цветущих акаций от гора, Цветущих акаций от гора у Черного моря. Есть море, в котором я плыл и тонул, Но на берегу я точил к счастью. Есть воздух, который я в детстве вдохнул, И вдоволь не мог надышаться, И вдоволь не мог надышаться У Черного моря, У Черного моря. Вот так вот это было три года назад. Ну, если учесть, что у Океана Эльзы до конца этого года не запланировано концертов в Одессе, то, я думаю, стоит воспользоваться такой шикарной возможностью. Ну, а традиционно День города завершится фейерверком. Ну, а наш праздничный эфир, именно этот блок уже подходит к концу, и нам остается еще раз поздравить именинницу с Днем Рождения. Ну, а всех нас, ее жителей, с гордым званием одесситов. Этот вечер для вас провели Наталья Костенко и Ирина Рогозянская. Всего доброго.